Всем привет! Продолжаем моделирование бомбы. В прошлый раз мы остановились на том, что запекли нормальность нашей high poly на low poly модель. И сегодня займемся текстурированием этой модели. Прежде чем продолжать работать, нам нужно триангулировать нашу модель. То есть из сетки, которая состоит из квадратов, нужно сделать сетку, которая будет состоять из треугольников. Этот шаг довольно важен, особенно если модель разрабатывается для игры, потому что каждый игровой движок может триангулировать модель по-своему. И в некоторых местах результат может получиться неожиданным. И поэтому, чтобы заранее знать, как будет модель триангулирована, лучше триангулировать ее самостоятельно. Это можно сделать несколькими способами. Перейти в режим редактирования, выбрать все, нажать Ctrl-T, так мы триангулируем нашу модель. Либо же можно воспользоваться менее деструктивным способом. Для этого выбираю один из объектов, перехожу в модификаторы и добавляю сюда модификатор Triangulate. Настройки оставляю все по умолчанию. Можно поставить галочку на Keep Normals, чтобы остались нормальные те же, которые были еще до этого модификатора. И сейчас, если включить отображение сетки, то эта часть у нас триангулирована. Теперь нужно скопировать этот модификатор на все остальные объекты. Но вот у этого объекта у нас уже есть модификатор Mirror. И чтобы он остался, чтобы его не нарушить, я добавлю сюда модификатор вручную. Поставлю его вверх списка. Остальные объекты я выделяю. Последним выделяю вот этот объект, на котором модификатор уже есть. Нажимаю Ctrl-L, выбираю Copy Modifiers. Таким образом я применил модификатор к остальным объектам. Ключу отображение сетки. И здесь мы видим, что вся модель у нас теперь состоит только из треугольников. Применять этот модификатор я не буду, так как он будет применен при экспорте модели. Теперь я смотрю, чтобы у меня осталась в сцене только Low Poly версия. High Poly мне сейчас уже не нужна. Можно ее свернуть, спрятать, чтобы она не мешалась. Выбираю все объекты Low Poly версии. Перехожу в меню File, Export, FBX. Здесь выберу папку, которую я создавал для текстур. Дальше, как и раньше, ставлю галочки на Selected Objects, на Apply Transform. И в Geometry выбираю Face. Нажимаю Export FBX. Жду какое-то время. Далее открываю Substance. Здесь иду в меню File, New. Шаблон выбран уже Blender. Файл я выбираю тот, который сейчас экспортировал. Он у меня находится вот здесь. Вот он. Разрешение 2048 у меня. Все остальные настройки оставляю по умолчанию. Baked Maps я добавляю сюда наши нормали. И на этом все. Нажимаю ОК. Жду какое-то время. Модель прогружается. Далее мне нужно подключить карту нормалей, которую я импортировал. Иду вот в это меню. Опускаюсь в самый низ, где Mesh Maps. Я выбираю Select Normal Map. Выбираю единственную импортированную карту. Теперь, если я немного поверну модель, эта карта применяется. Давайте запечем остальные карты. Для этого нажимаю вот эту кнопку Baked Mesh Maps. Оставляю галочку на всех картах. Снимаю только с нормали, так как они у нас уже есть. Output Size ставлю 2048. Пробегусь на всякий случай по остальным картам. Secondary Race я подниму до максимума. Карты толщины и прозрачности мне не нужны. Я сниму с них галочку. Остальные карты пусть будут. Когда все выбрано, когда все настроено, я нажимаю Baked Selected Textures. Проходит какое-то время. Все карты запеклись. Все они сразу же подключились. И теперь можно приступать к экстурированию. Мы будем использовать смарт-материалы. Это довольно быстрый и простой способ разукрасить нашу модель готовыми материалами. Для этого я переключаюсь вот здесь на смарт-материал. И я уже заранее подобрал некоторые материалы. Буду использовать их. Удалю вот этот слой по умолчанию. И начну вот с этой основной самой большой части. Она у меня будет зеленого цвета. Для нее я подобрал материал. Вот этот Steel Gun Mate. Добавляем его либо на сам объект, либо вот сюда в панель слоев. Я добавлю в панель слоев. Сейчас у нас вся модель окрасилась в этот материал. При этом он черный. Я хотел бы сделать его зеленым. Поэтому я открываю папку с материалом. Здесь можно отключать отдельные какие-то элементы, чтобы посмотреть на что они влияют. Мне сейчас нужен вот этот слой Metal. Именно он дает вот этот черный цвет. При этом это настроено именно в самом слое Metal. Если я отключаю вот этот Fill, то здесь мы видим только шероховатость разная добавляется. Выбираю слой вот этот Metal. И вот здесь в Properties опускаюсь в самый низ. И там где у нас параметры слоя, в расширенных параметрах, нахожу параметр Metal Color. Выбираю его и здесь назначаю нужный мне цвет. Я хочу какой-то темно-зеленый цвет. Что-то вроде вот этого возможно. Shift и правая кнопка мыши позволяют покрутить освещение. Оставляю примерно таким. Сворачиваю этот слой. В остальном меня вся эта краска устраивает. Теперь я хочу окрасить в другой, в какой-то яркий цвет вот эту вот головную часть. Для нее я подобрал вот этот материал. Перетаскиваю материал сюда в панель слоев. И размещу я его выше, чтобы в него окрасилась вся модель. Теперь добавляю сюда черную маску. Цвет полностью пропадает. И сейчас рисуя по черной маске белым цветом, я могу назначать места, где этот материал будет отображаться. Но чтобы не рисовать вручную, я могу включить вот здесь Polygon Fill, закрасить отдельные полигоны, либо же вот здесь переключиться на Mesh Fill и закрасить целый Mesh. Вот эта часть у меня отдельным элементом, поэтому я кликаю по ней, сразу же она окрашивается вся целиком. Смотрю, что получается. Такой результат меня устроит. И теперь осталось только добавить вот здесь вот желтую полоску. Для желтой полоски я также подобрал материал. Вот он. Также добавляю его в самый верх. Точно так же добавляю ему черную маску, чтобы он не отображался нигде. И теперь нужно нарисовать вот здесь полоску. Для этого я включаю тот же самый инструмент, но выбираю на этот раз Polygon Fill и вручную прорисовываю нужные мне полигоны. Если вдруг как вот здесь получилось так, что выделено что-то лишнее, Color я меняю на черный и закрашиваю ненужные полигоны. Возвращаю Color на белый и закрашиваю то, что осталось. Теперь смотрю, чтобы все было правильно. На этом все, желтая полоска добавлена. Такой результат меня устроит. При желании можно добавлять другие цвета, можно настраивать как-то эти материалы. Например, если я хочу, чтобы желтый цвет был чуть менее поврежденным или наоборот чуть более, я открываю папку с этим материалом. Смотрю, на что влияют отдельные параметры. Вот они, эти самые повреждения краски. Я выбираю сам материал, смотрю, какие настройки здесь есть. Если сам материал никак не настраивается, то можно посмотреть маску. Если в самой маске нет нужных мне параметров, можно открыть вот эти вот нижние слои, которые относятся к маске. Mask Editor, например, в данном случае. И уже в его настройках как-то настраивать то, что здесь есть. Например, я могу поменять баланс. Добавить больше этой ржавчины. Повреждения краски могу сделать меньше. Я сейчас немного уберу. Также в некоторых местах возможно UV Projection. Стоит поменять на 3Planar Projection. Это другая проекция материала. В такой проекции материал с трех сторон проецируется на наш объект. Тогда меньше заметны швы. Но это довольно сильно влияет на отображение материала. Поэтому нужно смотреть, в каком случае какой вариант больше подходит. Сейчас я оставлю все как было. Этот результат меня устраивает. Теперь давайте экспортируем полученные текстуры. Иду в меню File, Export Textures. Выбираю, куда их экспортировать. Выбираю шаблон при желании. Тип файла, пусть это будет PNG. 8 или 16 бит. Давайте поставим 16. Посмотрим настройки, какие текстуры у нас экспортируются. Мне не нужны Alpha, Emission. Все остальные карты, в принципе, пусть будут. Тут нажимаю Export, жду какое-то время. Текстуры экспортированы. Теперь можно вернуться в Blender. Перейти на вкладку Shading. Здесь у меня подключена текстура нормальной. Можно это все удалить. Дальше проверить, что включен аддон Node Wrangler. Перехожу в меню Edit. Preference. Дальше иду на вкладку аддонов. В поиске пишу Node. Смотрю, чтобы Node Wrangler был подключен. И когда он включен, я могу выделить шейдер. Нажать Ctrl Shift T. Открыть папку с текстурами. Выбрать все вот эти наши текстуры. Нажать Principle Texture Setup. И они все подключаются. Теперь я могу перейти на вкладку Layout. Включить отображение материалов. И посмотреть, что у меня получается. В принципе, сделано все неплохо. Единственное, здесь только в Blender уже заметил, что вот тут вот виден шов. Чтобы его отправить, можно либо вручную подкрашивать текстуры. Либо попробовать переключить на Triplanar Proaction. Это у нас вот этот слой, насколько я помню. Открываю его. Смотрим, какой из слоев добавляет. Это у нас Sharpen. Переключу его также на Triplanar. Но это не совсем помогает. Поэтому можно добавить белую маску. И по этой белой маске, включив черный цвет, закрасить вот этот шов. Оставлю так. Снова экспортирую текстуры. В Blender на вкладке Shading. Чтобы не перезагружать текстуры, просто выделю их, удалю все. Снова нажму Ctrl-Shift-T. Снова выберу все эти текстуры. И нажму принципу текстур-сетап. Они подключаются. И теперь уже видно, что шва этого не видно. На этом можно остановиться. Осталось только настроить освещение, добавить какой-то фон. И можно рендерить модель. И на этом с данной моделью мы заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok.